Сегодня также в областном правительстве депутатам представили новый законопроект о порядке распределения разрешений на добычу диких животных. В документе предлагается изменить порядок выдачи разрешений на отлов лосей, кабанов и медведей. И выдавать их не в порядке очередности поданных заявлений, а в случайном порядке. И это далеко не единственное изменение, предложенное в новом законопроекте. Анастасия Сверчкова узнала, что еще собираются менять и узнала мнение самих охотников. Александр Сыргунин занимается охотой с юных лет. Больше всего любит охоту на волков, интересен процесс, но не прочь поохотиться и на медведей, лосей и кабанов. Признается, получить разрешение на их отлов сложно. Желающих подстрелить именно этих животных обычно много, а лимит на отстрел ограничен. Сейчас в областном правительстве разработали новый законопроект, по которому эти разрешения будут выдавать вне зависимости от очередности подачи заявления в случайном порядке. При этом 30% квот оставят охотникам, помогающим регулировать численность животных и охотившихся на волков, а 70% остальным. Александр Сыргунин считает, это соотношение надо определять по другому принципу. По трудоучастию, даже по принципу истребления волков, в качестве премиальных лицензий выдавать, в качестве премиальных, раз не дают премию за деньгами, как раньше давали, в качестве премиальных. Те, кто ведут биотехнические работы, может вот... В Кировской области только 20% всех областных угодий общедоступны, остальные в виде нечастных лиц. Квоты на отлов в области распределяют в зависимости от численности зверя. На медведя, лося и кабана выделяют ограниченное количество решений. Поэтому почти каждый охотник, а их в области более 30 тысяч, и желает получить эту лицензию. К этому законопроекту в целом они относятся положительно, ведь вопрос назрел давно. Но охотники считают, больше лицензий надо отдавать тем, кто следит за поголовьем животных. Отдельные высказываются и вовсе за создание охотничьего хозяйства, за которым будут следить заинтересованные охотники. Ну, в первую очередь, нам нужен хозяин раз, второе, нужна там биотехния и нужна охрана этих территорий. Вот с этого надо бы начать. Нужно создать охотничий ресурс. Вначале создать хозяйство, создать охотничий ресурс, наполнить это хозяйство охотничьим ресурсом, а потом уже и делить. Новый законопроект окончательно еще не принят, но охотники надеются, что его доработают. Причем с учетом их мнения. Анастасия Сверчкова, Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.